Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Елена Викторовна. Мой канал называется OK English. И прямо сейчас мы с вами изучаем урок номер 110 по самой вашей грамматике английского языка Essential Grammar and Use. Мы уже практически подошли к самому концу этой грамматики. Впереди всего лишь несколько юнитов. И сейчас мы с вами продолжаем разбирать тему популярные английские предлоги. Причём в этом уроке мы с вами будем их изучать непосредственно в контексте. Я вам уже говорила о том, что очень часто предлоги английского языка невозможно заучить, потому что они имеют очень много вариантов использования в зависимости от ситуации. В зависимости от ситуации они будут переводиться абсолютно по-разуму. Также часто возникают случаи, когда в русском языке предлога нет, в английском он появляется. Поэтому я вам повторяла и буду повторять. Учите английские предлоги, учите английские слова в контексте, в ситуациях. Не заучивайте их механически. Потому что знание тысячи слов, но не умение применить эти слова на практике, это знание равно нулю, понимаете, друзья мои. А уверенное использование даже 500 английских слов, но при этом вы умеете их использовать правильно, вы чётко понимаете, в каких ситуациях они нужны. Эти 500 слов действительно сыграют вам добрую службу. Поэтому, друзья мои, обязательно учим предлоги в контексте, в ситуациях. В этом уроке мы с вами поговорим о десятке различных английских предлогах, причём мы посмотрим, как они работают в предложении. Поговорим о предлогах to и о предлогах from. Мы с вами уже сталкивались с этими предлогами, они для вас не являются новыми. Предлог to, как правило, указывает на направление, куда вы направляетесь. Предлог from говорит о том, откуда вы направляетесь. То есть вы двигаетесь к какой-то зоне. You go to it. Вы покидаете эту зону. You go from it. Jane is going to France next week. Jane едет во Францию на следующей неделе. Посмотрите, какой перевод русский едет во Францию на следующей неделе. В английском языке перед next вообще никакого предлога не стоит. Это просто к теме того, что там, где есть предлоги в русском, они не обязательно будут в английском языке. Так как она двигается куда, в какую зону, она едет в страну, Францию. И здесь после главного движения мы используем перелог to, а после этого указываем путь и назначение, куда она едет. Go to France. Перелог to. We walked from the hotel to the station. Мы шли пешком из отеля к станции. То есть мы шли, да, двигались. Откуда мы двигались? From the hotel. Куда мы двигались? К какому месту? To the station. Вот вам предлоги. Направление в действии. A lot of English words come from Latin. Многие английские слова происходят из латынии. Пришли из латыни. Или можно сказать родом из латыни. Латинского языка, да. Come from. Это выражение часто используется в значении происходит откуда-то. Например, если вы хотите сказать я родом из России, да, то есть мое происхождение из России, вы скажите об этом так. I come from Russia. Или кто-то скажет я родом из Америки. I come from America. А английские слова родом из латинского языка. English words come from Latin. Предлог from. То есть они оттуда. Из этой области. Из области, например, латинского языка. Предлоги направления in и in-то, когда вы заходите в какое-то помещение. Вы не просто направляетесь, вы уже туда пришли. И если вы это помещение покидаете, то есть непосредственно физически покидаете его, выходите оттуда, то здесь используются предлоги out of. Смотрим, как это работает на практике. We jumped into the water. Мы прыгнули в воду. То есть мы в это пространство непосредственно зашли. Между предлогами in-то и in очень тонкая маленькая разница, которую вам, друзья мои, придется просто запомнить. Обычно, если кто-то входит в воду, то об этом скажут go in the water. Он может сказать go into the water. Человек вышел из дома и зашел в машину. То есть когда вы непосредственно заходите в небольшое ограниченное пространство, то чаще всего об этом говорят с помощью предлога in-то. Когда вы какое-то ограниченное пространство покидаете, как, например, человек покинул дом, вы используете связку предлогов out of. Come out of the house. Выйти из дому. В русском языке один предлог, в английском два. Зайти в машину get into a car. Хотя можно бы было сказать get in a car. Why are you looking out of the window? Почему ты выглядываешь из окна? Смотрите, как интересно. Взгляд направлен из комнаты вне помещения, за окно. То есть даже если вы физически ниоткуда не выходите, если вы только взгляд свой выносите, то всё равно используется связка out of. Look out of the window. Смотреть из окна. I took the old batteries out of the radio. Я вытащил старые батарейки из радио. То есть из ограниченного пространства радио, где они там находились, предмет вытащили. Теперь, друзья мои, если вы что-то кладёте в какое-то ограниченное пространство, если вы помещаете это туда, используйте предлог in вместе со словом put. I put new batteries in the radio. Я поставила новые батарейки в радио. Put in. Поставить в какое-то ограниченное пространство. Если вы кладёте что-то на какую-то поверхность, то в английском языке это соответствует предлогу on. Если вы что-то снимаете с поверхности, то это соответствует предлогу off. Например, Don't put your feet on the table. Не клади ноги на стол. Put on the table. Класть на стол. Предлог on. Стол – это горизонтальная поверхность. Please, take your feet off the table. Пожалуйста, убери ноги со стола. Take off the table. Убрать со стола. Table – это горизонтальная поверхность. После предлогов, как видите, мы указываем поверхность, на которую или с которой вы перемещаете предмет. I'm going to hand some pictures on the wall. Я собираюсь повесить картину на стену. Мы помним с вами, что в английском языке предлог on может относиться как к горизонтальной поверхности, так и к вертикальной. Самое главное, что это должна быть плоская поверхность. Например, поместить картину на поверхность стены – это hang on the wall. Повесить на стену. Be careful. Don't fall off your bike. Будь аккуратнее. Не упади с велосипеда. В английском языке мы с вами где-то упоминали о том, что велосипед воспринимается как поверхность. И если вы на ней находитесь, то вы скажете I'm on the bike. Я на велосипеде. Он. Если вы падаете с велосипеда, вы падаете с этой поверхности. You fall off the bike. Обратите внимание на этот момент. Здесь логика в английском языке довольно-таки интересная. А также мы с вами говорили о том, что общественный транспорт тоже воспринимается как бы как поверхность, да, и используется с предлогом on. We got on the bus in Princess Street. Мы сели на автобус на Princess Street. On the bus на автобус. Общественный транспорт с предлогом on, если вы туда садитесь. А также помним о том, что мы говорим об этом с помощью глагола get. Get on the bus. Сесть на автобус. Предлоги up и down сообщают нам о движении. Соответственно, up – движение вверх, down – движение вниз. We walked up the hill to the house. Мы шли вверх по холму к дому. Обратите внимание, to the house, к дому, мы показываем здесь направление движения, да. Но to the house – это направление к объекту. А шли мы непосредственно куда? Вверх. Мы об этом скажем с помощью предлога up в английском языке. В русском языке вверх – это наречие. Be careful. Don't fall down the stairs. Будь аккуратнее. Не упади с лестницы. Fall down – падать. Можно сказать, падать вниз, да. Но понятное дело, что падаем мы всегда вниз, да. Но в английском языке вы дополнительно должны указать, что вы летите именно вниз с помощью предлога down. Fall down the stairs. То есть, видимо, законы Ньютона надо дополнительно пояснять с помощью предлога down в английском языке. Неважно, не страшно. Идём дальше. Предлог over в английском языке нужен, когда вы огибаете какую-то поверхность. То есть, вы двигаетесь над этой поверхностью. Обратите внимание, что предлог over будет связан с движением, да. Когда вы сверху проходите над каким-то пространством. Предлог under мы будем использовать тогда, когда вы двигаетесь под какой-то поверхностью. Здесь предлог under также будет связан с движением. The plane flew over the mountains. Самолёт летел над горами. Вы видите, что здесь есть движение лететь. Лететь над какой поверхностью? Над чем лететь? Над горами. Fly over the mountains. Over показывает движение над объектом. I jumped over the wall into the garden. Я перепрыгнул через стену в сад. Jump over the wall. Перепрыгнуть стену. Или прыгнул над стеной. Но в русском языке у нас есть отдельный глагол перепрыгнуть. И английский предлог over трансформировался в русском языке в приставку peri. Перепрыгнуть. Видите, в русском языке свои приёмы для того, чтобы передавать движение в английском, они несколько другие. И далее, друзья мои, мы будем говорить о фразовых глаголах, где этот принцип, когда в английском предлог передаётся в русском с помощью приставки, он особо очевиден. Об этом также стоит поговорить. Но не буду забегать вперёд. Пока что мы с вами говорим о предлогах ва, а также о предлоге under. Некоторые люди говорят, что это к несчастью пройти под лестницей. Двигаемся куда? Под какой поверхностью? Под лестницей. Walk under a ladder. Предлог under связанный с глаголом движения walk. Итак, основное поняли? Двигаться над, двигаться под. Go over, go under. Теперь поговорим о предлогах, которые может быть сложновато понять, но вы постарайтесь. Итак, предлог through означает через. То есть, когда вы пересекаете какую-то поверхность, двигаетесь через неё, рассекаете её пространство. Предлог round связан с круговым движением, движением по кругу. Давайте посмотрим на примеры. Здесь я вам, конечно, советую примеры запоминать, потому что достаточно трудно научиться по-другому использовать данный предлог. Только через примеры, через запоминание и конструирование подобных ситуаций. A bird flew into the room through a window. Птица залетела в комнату через окно. Здесь мы видим несколько предлогов. Fly into the room. Залетейте в комнату, в ограниченное пространство. Через что она залетела? Какую поверхность или какое пространство или область она пересекла? Она пересекла окно, то есть, влетела через окно. Through a window. The old road goes through the village. Старая дорога пролегает через деревню. В принципе, through очень часто переводится словом через. Также обратите внимание, как это слово читается. Through. Оно выглядит не так, как читается. И читайте его, пожалуйста, правильно. Немножечко, может, стоит потренироваться, чтобы из ваших уст оно не звучало неприлично, друзья мои. Теперь поговорим о предлоге round, который обозначает круговое движение. The new road goes round the village. Новая дорога пролегает вокруг деревни. Кругом деревни. Round в английском языке это вообще что-то круглое, как правило. Но также слово round, как видите, может быть и предлогом. The bus stop is just round the corner. Автобусная остановка как раз за углом. В русском языке, когда вы поворачиваете за угол, угол он острый, да, он никак не связан с кругом в русском языке. Но в английском языке, если вы заворачиваете за угол и говорите, что что-то за углом, вы скажете об этом It is round the corner. Оно за углом. То есть, надо как бы повернуть за угол. Для них это тоже round. Поэтому вот этот вот момент, он может быть сложен. Запоминайте связку round the corner за углом. I walked round the town and took some photographs. Я прошелся по городу и сделал несколько фотографий. Ну, здесь round очень трудно перевести. Посмотрите на эту картинку, она, может быть, вам поможет запомнить эту связку. Связка round the town переводится как по городу. Мы не можем сказать вокруг города, да, но мы хотим подчеркнуть, что человек прошелся по разным местам, как будто бы как по такому кругу прогулялся и вернулся в ту точку, где он был. Для них это звучит как round the town. Вместо town может быть любое другое место, где вы прогуливаетесь, но при этом возвращаетесь в ту же точку, откуда вы пришли. То есть, по сути, совершайте круговое движение. I walked round the town. Я прошелся по городу. Также, друзья мои, очень часто вместо round говорят around. I walked around the town. Или the stop is around the corner, да. Такие варианты вам могут попасться, поэтому советую вам запомнить, что round и around иногда употребляются в абсолютно одних и тех же ситуациях, и разницы между ними нет. Поговорим о предлогах alone и across. Понимание их также затруднительно, но в целом предлог alone обозначает, что вы двигаетесь вдоль какой-то поверхности. Скажем, есть какая-то область, она куда-то тянется, куда-то пролегает, и вы идете по этой поверхности или рядом с этой поверхностью. Предлог across обозначает, что вы пересекаете какое-то пространство или какую-то поверхность. То есть, вы не идете по ней, а вы через нее перешли и пошли себе дальше. Например, I was walking along the road with my dog. Я шел по дороге с собакой. Дорога – это какая-то поверхность, да, и вы по ней идете. You walk along the road. Также предлог alone, видите, связан с глаголом движения. Let's go for a walk along the river. Давай пойдем погуляем вдоль реки. Вдоль реки, то есть, мы будем идти рядом с этой поверхностью. Куда тянется река, туда пойдем и мы. Мы будем идти, we will walk along the river. Теперь посмотрим на предлог across. The dog swam across the river. Собака переплыла через реку. То есть, вот у нас пространство реки, но собака не плыла по этой реке. Она ее пересекла, то есть, в этой точке зашла, в этой вышла. Пересекла. It swam across the river. Собака переплыла через реку. Здесь across удобно переводить русским предлогом через. И, наконец-то, последний слайд. Может быть, немного мозгового штурма в этом уроке. Но, друзья мои, мы с вами подводим итоги тому, что мы уже знаем, а также дополнительно изучаем именно в контексте, например, с картинками, логику использования английских предлогов. Предлог past. Предлог past говорит, что вы двигались мимо какого-то объекта. Шли рядом с ним, а потом пошли дальше. В этом случае используется предлог past. Как это выглядит? They walked past me without speaking. Они прошли мимо меня и не заговорили. Walk past me. Прошли мимо меня. То есть, я стояла здесь, они шли, 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 прошли мимо и пошли дальше. They walked past me. Excuse me, how do I get to the hospital? Простите, как мне добраться до больницы? Go along this road, past the cinema, under the bridge, and the hospital is on the left. Теперь, друзья мои, это, можно сказать, вершина вашего понимания английских предлогов. Go along this road. Along the road – значит, есть дорога, мы двигаемся по ней. We go along the road. Мимо чего мы идём? We go past the cinema. То есть, кинотеатр мы проходим и двигаемся дальше. Under the bridge, под мостом. And the hospital is on the left. On the left – по левую сторону, умеется в виду нашего пути. On the left. Надеюсь, что в этой фразе вам абсолютно всё понятно по предлогам. Я вам советую, друзья мои, чтобы закрепить материал, возьмите и после этого урока расскажите или напишите, если вам будет проще, ваш путь, который вы совершаете, например, от дома до работы, или от дома до школы, да, где вы идёте, мимо каких мест, какие дороги вы пересекаете, куда вы заходите. Поверьте, это будет отличная тренировка и закрепление предлогов, потому что вы, сделав это задание, сможете непосредственно визуализировать эту ситуацию, ведь путь вам очень хорошо знаком, да, и наложить на это знание использование английских предлогов. Потренируйтесь так, опишите несколько маршрутов. Или возьмите, я не знаю, просто распишите для себя какой-то маршрут, который вы бы хотели сделать, а потом идите по этому маршруту и озвучивайте, куда вы идёте на английском языке с использованием английских предлогов. Ну что ж, друзья мои, на этом мы с вами будем заканчивать этот урок. Я думаю, что материал получился крайне полезным. Советую вам выучить эти примеры, советую составить как можно больше своих примеров, а также закрепите материал, перейдя на сайт oktest.ru. Вот наш сайт oktest.ru, заходим на юнит 110 и смотрим. Вот наши предлоги, повторяем их ещё раз, открываем задание и выполняем. Вот смотрите, какая полезная картинка. Человек двигается где-то. Вам нужно написать, где же он двигается. Так, первый пример здесь разобран. Есть вариант правильный. Вот вам ещё 11 заданий, которые нужно проделать. Если вы сомневаетесь, нажмите кнопочку «Ответы». Здесь будет всё понятно. Потренируйтесь, друзья мои, с предлогами. Желаю вам в этом удачи. А также не забывайте оставлять ваши лайки, оставлять комментарии к данному уроку. И ждите новых уроков, которые обязательно скоро появятся, друзья мои. А также я вам напоминаю, что эти уроки, уроки по красному Мёрфи, я не буду закрывать после того, как я их закончу писать. Многие люди мне пишут, пожалуйста, не прячьте эти уроки, не закрывайте их от людей. Я не буду их закрывать. Пользуйтесь ими столько, сколько вам надо. Учитесь по ним. Я буду только рада узнать о ваших результатах. А также, друзья мои, если результаты есть, то обязательно пишите мне о них. Мне будет приятно узнать, что мой труд помогает изменить вашу жизнь к лучшему. Ну что ж, на этом мы с вами заканчиваем. До встречи в новых уроках. Всего вам самого лучшего. Меня зовут Елена Викторовна. Мой канал называется OK English. Следите за обновлениями. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok The plane flew over the mountains. I jumped over the wall into the garden. Some people say it is unlucky to walk under a ladder. A bird flew into the room through a window. The old road goes through the village. The new road goes round the village. The bus stop is just round the corner. I walked round the town and took some photographs. We walked around the town. I was walking along the road with my dog. Let's go for a walk along the river. Let's go for a walk along the river. The dog swam across the river. They walked past me without speaking. Excuse me. How do I get to the hospital? Go along this road, past the cinema, under the bridge, and the hospital is on the left. Let's go for a walk along the river. Wait for a walk along the river. Go along the river.